привет youtube привет подписчики и гости моего канала в общем решил я попробовать выкопать рядок картошки этим малышом не знаю потянет не потянет он мою копалку веерную она у меня сваренная самодельная огромная большая так чтобы вырывала все из-под земли все что там есть вот сейчас перенастроена вес очку она мне перенастраивается очень легко и просто то есть мне нужно вот эти нижние рычаги не знаю видно вот здесь меня три отверстия поставить на верх чтобы когда они выровнялись они были не на уровне моста а чуть выше иначе она будет зарываться возможно он даже и не потянет но сразу сейчас переставлю там будем посмотреть как же это все дело работает ладно хор и ля-ля давайте переделаем и попробуем посмотрим что из этого получится а снимается на очень элементарно легко и просто достаем 2 шплинта вот этих и она отстегивается полностью от трактора и так перевернул так чтобы было удобно сейчас откручиваем и переставляем хорошо забита а Вот и все, теперь осталось ее поставить. Итак, поставил верную эту свою огромную копалку, возможно придется еще перегинать, но это подопытный образец. Впрочем, как и вся остальная техника. Что получается, на верхнюю слишком высоко, будем ставить сейчас на среднюю, потому что они, рычаги, уже практически стоят ровно, она еще не достает. Вот, сейчас быстренько, опять же, переставляю и едем пробуем. Вот, переставил на среднее положение, не знаю, видно, не видно, вот верхняя, вот нижняя, это средняя. И сейчас в самый раз. Таларепы закручены, при желании можно их еще даже выкрутить. Теперь все становится замечательно, то есть, здесь она опускается так, здесь она становится так. Вот в таком положении тракторку должно быть легко. Почему именно так делаю? Ну, потому что картошка у меня выше, она подгорнута, колеса опустятся. Если что, всегда смогу дожать. Сейчас, в общем, пока не попробуем, не узнаем. Ну что, погнали копать. Субтитры сделал DimaTorzok вырываем ботву, бульянец и вот что еще у нас здесь еще картофан он молодой зарождается вот он еще вот рядышком поменьше то есть он еще еще хочет расти и расти на молодую так сказать рядок 1 очистили загоним посмотрим а 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 так развернул рядок сейчас будем выбирать и смотреть сколько же средка выходит молодого картофана в принципе в принципе в принципе молодая так сказать сейчас выберем земля сырая позавчера был дождь ну справился я считаю легко на первой передаче с небольшой подстроечкой сейчас выбираем и смотрим отлично тянет без напряга я считаю абсолютно без напряга веса хватает так ну выбрали рядок значит сажали одно ведро было на два рядка сажали картошки уходила здесь расстояние метров десять наверное вот от меня где стою от начала и до кукурузы метров десять где-то девять будем так говорить это ориентировочно потому что огород свой я знаю вот здесь вот ширина от соседа до соседа двадцать метров выкидываем дорожку ну пускай где-то плюс-минус не короче не суть значит ведро на два рядка выкопали я не знаю сейчас соберем посмотрим ведра пятнадцати литровые вот и это наверное десяточка возможно такой маленький может 9 литров вот лучок тоже присутствует вот такой лук сорт не знаю как называется но огромный вот такая вот картошечка молодая вот такие экземпляры попадаются но ей еще расти и расти это так на еду чуть-чуть накопали сейчас соберем посмотрим сколько в общем получилось два с половиной ведра ну здесь в этом чуть чуть меньше половины вот так короче два с половиной ведерко с пол ведра картошки вышло я считаю нормально вот сами видели да прекрасно как он справляется с верной копалкой отлично тянет я считаю не буксует веса ему хватает а на скидку здесь в нем где-то примерно примерно около трехсот килограмм вот в таком сейчас на данный момент состоянии ну может быть меньше килограмм двести семьдесят короче от двести пятьдесят до триста это мы еще его перевесим когда я буду его разбирать потому что тут еще доделывать доделывать я не люблю вот это когда ворочаю здесь на земле на щебенке чтобы вот эта краска там все дела и по сто раз не перекрашивать я не знаю мне там пишут что почему не покрасить ну потому что он еще не сделан идет испытание моей балки жесткие испытания балки возможно сейчас в конце видоса вставлю пару роликов где я гружу еще покажу в этот ковш который становится мне спереди вес да колеса аж приспускаются ну ничего еще не оторвалось не поломалось подшипник стоит на месте все благодаря вот этому шаровому решают тысячу проблем еще раз повторюсь вот поэтому на этом наверное буду заканчивать всем пока всем удачи кому понравилось ставим лайк пишем комментарии ну и смотрим дальше испытания моей балочки с вами был Санек всем пока еще увидимся дубовые как за здрасть в общем испытание балки по полной бетона загруженного вон заборчик уже стоит по периметру вон так что это с и вы вон на Бедные колесики Ну керпят Так, попробуем одной рукой Тормоза, сцепление Подсос 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...